Привет! Решил пройти 6.5 башню, думал будет сложно, но оказалось очень легко и покажу вам видео. Опять же, посмотрите на мой состав персонажей и расскажу, почему я стал их использовать. Секундочку прогрузится. Так, кидается баф, да, и сейчас мы увидим, какие на уровне дебафы, бафы действуют на персонажей. Очень классный уровень в плане, наверное, стратегии выбора персонажей. Так, ставим паузу, смотрим, что нам дают бафы и дебафы. Так, на вражеской стороне активные навыки. Когда бой начинается, все персонажи получают магический щит и ковлет на 20% хп. Когда у вас есть магический щит, вы получаете на 8% меньше физ. урона. Очень мощный баф противника, поэтому нам нужны персонажи, которые будут бить маг уроном. Чтобы снести щит. Активный баф или дебаф все-таки на нашей стороне, да. Снижает атаку на 20% за каждую клеточку, на которую вы двигаетесь перед тем, как атаковать. То есть, сходили на 2 клеточки, минус 40% урона, сходили на 5, 0% урона, да. Сходили на 4, 20%. Но при этом повышается урон на 40%, если вы не двигались перед тем, как атаковать. Что это значит? То есть, нам нужны персонажи, которые будут стоять на месте и атаковать. Но есть еще, как говорится, ход конем. Мы можем отталкивать. То есть, посмотрите на карту. Вот у нас противник, которого можно оттолкнуть. Вот персонаж, которого можно оттолкнуть. Может быть, этого персонажа вы можете оттолкнуть. То есть, очень много персонажей, кого можно толкать. И в этом нам поможет Равия. Сразу же скажу, да, фанаты Кола, ну, трепещите. Обычная атака Равия, и персонаж улетел. То есть, насколько я заметил, Равия в башне на разы лучше. За счет того, что она может толкать противников. Смотрите, Глория выжила. Замечательно. Я даже не переигрывал. Вот ходит наш Данталион. Нанес бешеный урон. 2 200. Он ходил, поэтому урон снизился. Так, следующий ход. Давайте еще раз паузу поставлю. Ну, во-первых, я смог столкнуть противника. За счет навыка Умайты. Второе. Есть Равия, которая может ходить и вытолкнуть противника. Для этого нам нужно ходить дальше. И мы можем использовать баф на дальность хода на две клетки. Продолжаем бой смотреть. Так, ходит противник Танк. Ну, он наносит сильный урон, но не бешеный. Так, ходит Глория. Я не помню. Скорее всего, я ускорялку включил для того, чтобы она ударила по бочке. И мы нанесли урон противнику. Но непривычно. Я привык, что у нас урон наносится, и мы ваншотаем противника. Здесь это не работает. Вот дальность хода. Обычная атака. Улетели. Убил противника. Так. Ходим дальше. Опять Донталин уходит на одну клеточку. Снимает мак щит. И при этом, опять же, урон хороший. 3100. Это не так уж мало. Этот урон достигается за счет того, что... Ну, как... Занижен даже. То есть, так я ударил где-то 3700. Глория. Слабенький урон. И смотрите, я Глорию поставил. Противник не может лечить флэр. Не может никого лечить. Ну, ходит Брикер. Бешеный ауе урон. Убил танка. Теперь ходит Донтальон. С Крита. 4500. Сегодня видео говорил, что Крит иногда помогает очень сильно. И Аура. Тоже шикарная вещь. Но у меня Аура сейчас нету, не ошибаюсь. У меня только Аура Донтальона. Кстати, сейчас после боя покажу моих персонажей. Шмотки. Ну, больше, наверное, карты Таро. Шмотки вы и так можете посмотреть. Так, опять Донтальон выжил. Обычная атака. За счет пассивки две атаки. Физ и маг атака. Тоже шикарный пассивный навык. То есть, у меня сейчас два скилла у него. Обычная атака. Милишная бьет физ атакой. Но при этом 40% еще дополнительно маг атакой. И ренч атака стоит 3 энергии. Наносит бешеный магический урон. Все, мы победили. Теперь давайте про персонажи. Иногда у меня проблемы со звуком. Не знаю, как это лечится. Может быть, я как-то двигаюсь. Сейчас попробовал замереть. Так, кто у нас? Глория, да? Ей я добавил 15% кринь-шанса. За счет того, что есть статы на живучий 7 дев. И физ атака 10%. Следующий будет 10% физ дев. Оружие это вы все можете и так посмотреть. Здесь снимает два бафа с противника случайного. Ну, персонаж регулярно находится в кучке врагов. Кого-нибудь задиспелит. Можно поискать на снижение минус 10% входящего урона. Но у меня нету хороших статов. Я имею ввиду статы физ атака, МДФ, ПДФ, ХП, например. Ну, лучше, наверное, МДФ, ПДФ. Так, даже, наверное, ПДФ чаще. Здесь у нас Девил плюс 3% атаки и Дефа, если кто-то на карте убил противника. Очень шикарный баф, особенно в башне. Часто мы убиваем кучу противников. Статы не идеальны, да, но пользуюсь пока тем, что есть. Так, вот наша Иравия. У нее обычная атака на две клетки назад толкает. Ауру я не стал одевать. Пользуюсь пока тем, что есть. Хотя, возможно, даже этот навык не суперполезный. То есть, смотрите, в радиусе двух клеток, если у нас кто-то есть, плюс 15%, грубо говоря, к атаке, если 3 персонажа. Очень классная пассивка. Но ауру я не качал все-таки, да? Нет, вот она есть. Но она дублируется. Она и так и рейка, поэтому бессмысленно мне носить пока что. Так, кол. Не идеальный шмот, им не пользуюсь. Ну и вот наша магичка. То есть, здесь у нас очень шикарная карта Таро, которая, если вы, грубо говоря, лечите, конвертируете один дебаф в баф. То есть, если на вас висит какой-нибудь дебаф, не знаю, там, снижение, наверное, хила, еще какая-нибудь снижение атаки, то, наоборот, вы превращаете в какой-либо баф. Очень шикарно. Ну и все, персонажи закончились. Эбис я в этом бою конкретно не использовал, но шикарный персонаж. Рекомендую тоже качать. На этом мы закончим. Надеюсь, вам понравилось видео. Данш оказался не такой уж сложный, особенно на 35-м плюс уровне. 36-й берется в тот же день, когда вы взяли 35-й. Если вы выполняете задание, получаете 900 опыта. Вообще прям замечательно. Это целый уровень. Всем спасибо.